ух ты какой стоит аромат друзья смотрите давайте достану горячие да нет не особо вот эта песня обалдеть вот это вкуснятина друзья всем огромный привет сегодня мы с аллочкой решили снова покоптить и коптить мы будем курочку прикупили вот таких вот классных голяшек вот такие вот глазовская птица голень вот видите то есть нам очень нравится не бедро там да вот мы больше предпочитаем голени их удобно брать как бы достаточно много мяса коптить мы будем сегодня на нашей новой коптилки это питер келлер от компании градусок друзья ссылочка для заказа я оставлю в описании немножечко коптилки деревянная ручка имеется термометр также вот шланг для вывода дыма то есть либо вентиляцию либо в окошко это крючки для подвешивания например рыбами сало также идет в подарок при заказе вот такая вот щепа ольха нам как раз значит понадобится так шланг тоже давайте достану так это у нас подставочка под курицу целиком если курицу ходить целиком закоптить то тоже можно вот на такой подставочке идет в комплекте но нам понадобятся вот такие вот сегодня подносы да как сказать нам поддоны папа поддоны да вот такие вот поддончики такие полочки их в комплекте 2 2 также можете заказать еще один дополнительно коптильные peter кельнер идут объемом 10 литров 20 литров как у нас и 30 литров вот в 10 литровой одна полочка в 20 литровой 2 и 30 литровой 2 но еще одну дополнительно Она туда поместится, можете заказать на сайте компании Градусок. Так, вот две полочки у нас. Сейчас мы, в общем, начинаем мариновать курицу. Мариновать курицу. Прикупили приправу специально для курицы. Если маленечко приправа, она с солью? Она с солью, да. Может быть, с перчиком, я не знаю. Ну, если что, маленечко соли добавим уже. Ну, основной это у нас упор, как бы, вот приправа. И раскладываем ее вот на эти поддоны. И убираем маленечко просохнуть на балкон. Сейчас пока что, друзья, давайте займемся нашей курочкой. Сразу сейчас Аллочка будет подготавливать. Это что, высыпать, да? Сюда приправу. Вкусной соли еще можно. Добавим вкусной соли. У нас соль сразу со специями идет. И нашу вот эту вот приправу. Тут, по желанию, кому-то нравится, можно еще, наверное, и перчик. Вкусная соль, а если побольше, что-то приправу. Мало взяли. Вот такая вот соль, она сразу идет уже со специями, с приправой. Вот что, я могу курица. Да. Курочки взяли побольше. Галяшек как раз, чтобы заполнить у нас все плотненько. Два наших вот этих вот поддончиков. Так, ну, посмотри, что тут у нас есть. Итальянские травы. О, итальянские травы. Сколько соли насыпал. Нет, сейчас перемешаем. Так все равно же ты же, она не будет же полностью обваливать. И все. Ну, пахнет-то вкусно приправить. Все, и сейчас сразу будем раскладывать, сразу подготовленные вот так вот. Два подносика. Они у нас, получается, внутри вот так вот стоят друг на другом. А под ними стоит жироуловитель еще такой. Чаша вот такая. О, это вот там внизу. И еще ниже ее стоит такая же чаша, но со щепой. Так, давай. Хорошо, как вы складываете? Давай, давай, давай. Вот так и будем складывать, чтобы, наверное, влазили. Ну, крупненькие получаются у нас, конечно. Их надо, наверное, вот так, туда-сюда. Ну, белые, как удобно, я не знаю. Нет. Надо, чтобы тоже за эту не выходило за грани. Наш продукт ни в коем случае не должен касаться стенок бачка, потому что они нагреваются, и у нас будет гореть, будет запах гореть. Такие здоровые, да? Очень большие. Ну, большому куску рот радуются. Вот это вот так вот. О, хорошо. И так раскладываем наши оба вот эти вот подносика. Решили делать немножко по-другому. Вот эту часть у нашей голени, она нам не нужна, это просто кость. Мы решили ее отрезать, чтобы у нас наши голени, видите, как навалено, чтобы они у нас ровненько влезли вот так вот, одна к одной. У нас три подложки, и тогда у нас вся голень войдет на наши два вот этих вот поддона. Вот такие вот кусочки. В принципе-то и не надо. Видите, сразу, да? Сразу входит. И вот так у нас аккуратненько все получается. И сразу и войдет больше. Сразу не подумали, я уже их обработала специально. Видите, как аккуратно. Смотрите, как хорошо получается. И последнее вот, ладно. Положим. И вот такая красота у нас получается, смотрите. Вот они у нас. Два вот таких вот поддончика готовой курочки. Маленько осталось, вот буквально два. Две голяшки. Не влезли, но крупные такие, более нехорошие. Приправа, итальянские травы, приправа для курицы специальная. И также вкусная соль, которая тоже с приправой. Все. Сейчас, друзья, отправляем, ну, на несколько часов. Отправляем, на балкон мы поставим. И пускай она у нас маленечко подсохнет. И заодно вот так вот все промаринуется. Можно, конечно, заранее тоже. Ну, хуже не будет, да. Ну, и так нормально. Заранее отправить, например, на ночь, часов на 12. А потом уже выставить на балкон. Ой, ну все, понесли на балкон. На тарелках вот, наверное, чтобы скапывало. Давай. Все равно капать будет. Сейчас понесли на балкон. И там где-нибудь оставим, подержим. Ну, я не знаю, часиков, может быть, пять. Чтобы она у нас немножко подсохла. Вот так вот их оставим. Пускай сохнут. Все, а мы с вами подождем. Прошло около пяти часов. Наша курочка хорошенько замариновалась. Влага вся из нее, ну, максимально, да, возможная вышла. Вот, смотрите. Вот. Алла, подними там. Ага, берите, да? То есть она у нас уже, ну, скажем так, подсохла. Готова для копчения. Все. Теперь мы можем... Теперь самое интересное. Мы можем помещать ее в нашу коптилочку. Так, давай в этот раз не будем замачивать. То есть попробуем и так. Мы в прошлый раз замачивали, сейчас попробуем просто. Надо... А у нас фольга-то дома здесь или на даче? Здесь. Чтобы нам потом проще было отмыть вот эти вот все поддоны. Это у нас самая большая чаша. Это самый большой поддон. Это у нас жироулавливатель. И вот такая вот маленькая. Это у нас под щепу. Мы делаем вот так. То есть тоже посмотрели в интернете. Заворачиваем все в фольгу. Края, потончик нужно избровить. Все в фольгу. И потом просто после приготовления мы эту фольгу берем, сминаем и в ведро выкидываем. И у нас получается более-менее чисто. Как бы остается чуть-чуть, чтобы там помыть, протереть. Такого уже нагара нету. Фольга хорошо помогает. Пробовали использовать ольху. Замачивали. Кто-то написал в комментариях, что замачивать не нужно. То есть лишняя влага нам там не нужна. Также имеется, вот видите, гидрозатвор. То есть когда мы крышку одеваем, вот так вот, мы в это место наливаем водичку. И она действует как гидрозатвор, как прокладка. Так, ну все, у нас готово под щепу. Можем тихонечко уже насыпать. При заказе Питер Келлер от компании Градусок. Щепа на два копчения. Вот у нас второе копчение идет в подарок. Также идет еще веревочка. Да, все высыпай. Веревочка, шпагат для подвязывания рыбы. Мы в прошлый раз готовили рыбу с кумбрией. Она нам очень пригодилась. Вот так у нас получается. Немного? Да, я думаю, нет. Вообще-то нет. Все. И аккуратненько мы нашу щепу берем и туда помещаем в нашу коптильню. Очень хорошо, что вот этот вот стержень приварен, а не как у других производителей. То есть там просто стоит платформа, площадка. Если у вас потяжелее на одной стороне продукт, он перевесит, начнет касаться бака изнутри и будет гореть. Здесь все продумано, очень сделано хорошо и правильно. Так, щепу нашу поместили. Теперь это у нас жироулавливатель. Вот так вот. На него будет капать, стекать некая жидкость, которая у нас не вышла из курицы. Все, курочка. Ой, вкуснятина получится. Я уже даже, как сказать, в предскушении представляю. Да, представляю я. Ой, красота. Вот, видите, да, место остается еще под третье вот такое. Можно заказать дополнительно. Друзья, ссылочки оставлю для заказа данной коптильни в описании. Переходите, смотрите и заказывайте. Очень, очень удобно. Деревянная ручка. Не обожгетесь, все отлично сделано. Температура для копчения у нас от 60 до 80. То есть, чтобы у нас не было никакой гари. Вот так вот. В этом диапазоне температур от 60 до 80 нужно коптить. Наливаем гидрозатвор. Вот сюда. Все. Я думаю, будет вполне достаточно. Нет, можно побольше, наверное, чтобы у нас из-под крышки не выходил дым. Все. Вот этого будет достаточно. Теперь мы одеваем наш шланг силиконовый, вот этот, который идет в комплекте. И ставим на огонь. Шланг я немножечко подрезал. То есть, у меня он идет 4-х метровый. 3 метра у меня примерно даже больше осталось с запасом. Пусть он будет. А вот этот маленький, коротенький. То есть, я вот сюда его одеваю. И второй конец убираю в вытяжку. Но пока еще рано. То есть, нам нужно дождаться, когда пойдет из шланга наш дым. Первый дымок. И тогда мы нашу курицу будем готовить около часа. При температуре где-то около 80 градусов. Все. Зажигаем. Огонь делаю средненький. Выставляю ровненько все, что было. Все. И слежу за температурой. Где-то около 60. У нас пока, вот видите, 25. Около 60. У нас из трубки оттуда, отсюда, пойдет первый дымок. Вот от этого, с этого момента мы будем отмерять время. Один час, напомню. Это для копчения курицы. При температуре около 80 градусов. Прошло буквально минут, наверное, сколько? Десять. И уже я вижу, как, смотрите, как сильно пошел дым. То есть я в этот раз не добавлял, не замачивал нашу ольху. И намного быстрее все заработало. И температура еще всего лишь доходит 50. А мы уже, уже идет дым. Давайте замеряем час. То есть у нас без десяти, четыре, да? Ну, где-то часиков до пяти примерно. Мы, друзья, с вами готовим. У нас все хорошо утягивает. Вот, видите, да? У нас все хорошо утягивает туда. Видите, какой дым. Прикольно, да? Все. Трубочку туда. Сразу же вентиляцию у нас забираем. Все. А мы просто с вами ждем и наблюдаем за температурой, чтобы она у нас не повышалась выше 80 градусов. Прошло минут 20 от начала нашего копчения. Температура поднялась до 80. Я думаю, немножечко нужно наш газ подубавить, чтобы она у нас сильно не росла. А наш процесс шел медленно. Ну, и правильно, скажем так. Все. Ждем. Дымок у нас идет. Все в порядке. Наш дым. Все хорошо. То есть, значит, щепа у нас там тлеет. И процесс копчения идет правильно. Прошел у нас ровно час, как мы начали копчение. Даже не так сказать надо, как не начали копчение, да? А как у нас пошел дым из трубки. Сейчас уже дыма никакого нет, но газ я еще не выключал. То есть, наша щепа, я думаю, уже вся отработала. Газ горит. Но сейчас я его выключаю. Также выключаю у нас нашу вытяжку. И давайте с вами... А, кстати, температура у нас 85. И давайте с вами подождем примерно минут 20. Пусть она маленечко подостынет. И заодно выйдут остатки дыма. После окончания копчения прошло где-то около получаса. Минут 20-25. Температура у нас упала до 65. Я уже отцепил наш шланчик. Я думаю, можно тихонечко открывать. Бак уже теплый. То есть, открываем. И посмотрим, какая у нас там вкуснятина получилась. Очень хорошо, что деревянная ручка у нашей коптилочки. Дыма практически нет. Тут что-то маленечко. Так. Пока так положим. И посмотрим, что у нас там. Ух ты, какой стоит аромат, друзья. Смотрите. Давайте достану. Горячая? Да нет, не особо. Вот это песня. Обалдеть. Вот это вкуснятина. Если ни разу только курицу не ела. Мы первый раз коптили. Очень, очень аппетитно выглядит. Быстро остыло. Быстро сготовилось. Так, мы поверим. Смотрите, как выглядит. Все приготовилось. Готовилась она у нас, друзья, час. Да. Готово. При температуре, ну, около 80 градусов. Сочная, прям сок бежит. Крови нет. Ну-ка мне тоже виночку, пожалуйста. Пожалуйста, угощайтесь. Так, охота, попробуй. Чувствуется копчено? Вкусно. Такая сочная. Почему такое сусочное получается? Нежнятина. Даже жевать не надо. Шикарно. Я вот, кстати, курицу горячего копчения ни разу не пробовал. Кусочки обалденные. Кстати, хорошо, да, просолилось? Да. Прям вот шашлычок. Шашлычок копченый. Да, с дымком, шашлычок и дома. Блин, вообще классно. Блин. Что получается так нежно? Друзья, нисколько не преувеличиваю. Прям реально очень вкусно. Ее даже не надо жевать. Кусочки такие аккуратненькие получились. Вот хорошо придумали обрезать вот эти ножички. Они получились, знаешь, индейка такие, знаешь, как это? Аккуратненькие, как они, знаешь, такие эти. Ножки там, кого там, ягненка или кого-ли там, знаешь, такие аккуратненькие, маленькие. Ты лежат? Нет. Что-то я не поняла тебя. Очень красиво. Блин. 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 Готовится, причем очень быстро и просто. Прямо мягкое, мягкое. У нас получается минут за 15, наверное, начало это все дымить внутри. Потом, сейчас мы коптим, толком даже не подходишь, ничего не следишь. И все, 20 минут остыло. Мы открыли, даже дыма никакого в квартире нет, не пахнет ничем. Пахнет потом уже готовым продуктом, копчением, очень вкусно, приятно пахнет. Не сильный такой слабенький запах на кухне, маленечко. И вот такой продукт мы получаем. Круто. Друзья, кто хочет такое же вот дома иметь, вот коптить рыбку, да, или вот курицу, сало, грудинку, много всего можно коптить. Заказывайте вот коптильная Питер Кельнер. Ссылочка в описании от компании Градусок. Будет вам счастье. Угощайте своих любимых, близких. Готовьте на праздники. Готовьте просто на вечер. Очень реально классно и очень вкусно. Все. Ну, а сейчас хочется сказать всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, друзья. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok